Археологи со всего мира уже многие годы пытаются постичь тайны и загадки прошлых цивилизаций. И хотя многое, благодаря их исследованиям и раскопкам, нам уже известно, все же есть и те вещи, о которых человечеству только предстоит узнать. Привет! Вы на канале НСК Шоу, и сегодня мне бы хотелось поговорить о самых последних интересных археологических находках. Среди них лагерь неандертальцев, самая старая социальная сеть, затерянный золотой город, необычная храмовая фреска и многое другое. Будет интересно и, главное, познавательно. Самая старая социальная сеть. Не так давно ученые сделали удивительное открытие. Примерно 50 тысяч лет назад между Восточной и Южной Африкой существовал своеобразный культурный обмен в виде бусин из скорлупы страусиных яиц, которые использовали в качестве подарков. Научное сообщество стало называть эту находку самой древней социальной сетью. Ну, что-то наподобие Фейсбука и Твиттера. Некоторые ученые отмечают, эти крошечные бусинки могут раскрыть нам множество деталей о прошлом Африке. Когда-то очень давно, после трапезы, древние ремесленники разбивали скорлупу от страусиных яиц на множество частей, из которых потом делали ожерелье. Интересно то, что в каждой культуре такие украшения выглядели по-разному, что и дало возможность ученым исследовать культурные тенденции и обмены между целыми регионами. Всего было проанализировано примерно полторы тысячи таких бусин. В Восточной части континента они появились около 52 тысяч лет назад, а в Южной – 42 тысячи лет назад. Ученые очень долго изучали бусы из страусиной скорлупы и поняли, что некоторые из них были идентичны по диаметру и толщине. Говорить это могло об одном. Между древними людьми на протяжении 20 тысяч лет происходил своеобразный обмен информацией. Можно предположить, что одна культура могла придумать свой собственный стиль, а затем поделиться им с другой. Или, как еще один вариант, происходил обмен подарками. Правда, из-за большого расстояния между регионами, такой обмен происходил не через одного или двух, а сразу через многих людей, прежде чем попасть в конечную точку. Фактически, это действительно похоже на некую социальную сеть. К сожалению, где-то 33 тысячи лет назад одинаковые бусины больше не появляются. По мнению ученых, этому могли способствовать сильные дожди, которые могли затопить берега рек и тем самым создать непреодолимый барьер между двумя африканскими регионами. Храмовая фреска. На стене старейшего храма в районе Ла-Либертад, к северу от Лимы, археологи отыскали необычную фреску, на которой древние люди изобразили бога-паука с ножом. Кстати, этот храм был обнаружен совершенно случайно, а назвали его Томаболито. Причем интересно то, что местные фермеры едва не уничтожили такую древнюю памятку при расширении своих плантаций тяжелой сельскохозяйственной техникой. Но, к счастью, находку все же вовремя спасли. По мнению многих ученых, в доколумбовскую эпоху такой паук имел огромную важность для коренных народов. Они руководствовались церемониальным календарем, и поэтому данное существо считалось чуть ли не священным. Что касается бога-паука, то его связывали непосредственно с дождем и плодородием. Затерянный золотой город Весной 2021 года группа археологов обнаружила недалеко от Луксора в Египте большой древний город, который целыми столетиями никто ранее не замечал. Удалось выяснить, что его построили 4000 лет назад, когда у власти был могущественный фараон Аминхотеп III. Были обнаружены сразу три дворца, которые принадлежали фараону. Раскопки позволили также найти руины домов из сырцового кирпича, стены которых достигали трехметровой высоты. Удивительно, но большая часть комнат отлично сохранилась. В них остались разные бытовые предметы, украшения, керамическая посуда, а также глиняные кирпичи, на которых стояла печать египетского фараона. Город Авансом был назван золотым, поскольку теперь археологи надеются отыскать там еще и гробницы, которые будут полны сокровищ. Мозаика со сценами из Илиады Археолог-любитель из графства Ратленд совершенно случайно обнаружил древнеримскую мозаику. Как позже выяснилось, это были остатки старинной виллы. На полу данной находки красовалась удивительная мозаика размером 7 на 11 метров, которая изображала людей, лошадей и колесницы. Ученые уверены, что древний мастер пытался изобразить героя гомеровской Илиады Ахилла и его битву с Гектором на исходе Троянской войны. Кому же принадлежала эта вилла? Достоверно неизвестно, однако совершенно ясно, что ее владельцем был какой-то очень богатый человек и любитель классической литературы. По всей видимости, это наиболее интересная древнеримская находка за последнее столетие, обнаруженная в Британии. Мумии с золотыми языками В 160 километрах от Каира, в некрополе древнеегипетского города Памдже, археологам удалось отыскать мужскую и женскую мумии с золотыми языками. Никто пока не знает, кем при жизни приходились эти люди друг к другу. Однако можно предположить, что их связывали семейные узы, поскольку гробницы находились в непосредственной близости. Археологов удивило то, в каком отличном состоянии сберегся мужской череп, а из его рта выступал золотой язык, длинный лист из золотой фольги. У женского черепа был точно такой же язык, только вот сами останки сохранились не так хорошо. Как же ученые объясняют наличие этих золотых языков? Они говорят о похоронной практике, при которой бальзамировщики заменяли языки усопших на золотые. Согласно старым поверьям, таким образом усопший человек мог убедить бога Возрождения и царя потустороннего мира Осириса быть намного милосерднее к его душе. Комната рабов в Помпеях. Когда археологи проводили раскопки в древнем городе Помпеи, они обнаружили необычную комнату в 16 квадратных метров, которая прекрасно сохранилась спустя века. Предположительно, это было специальное помещение, в котором когда-то давно жили рабы. Там были найдены три кровати из дерева, две взрослые и одна детская, ночной горшок, а также деревянный ящик с металлическими и тканевыми предметами. Под кроватями лежали амфоры, которые предназначались для хранения личных вещей, а также керамические кувшины. В свое время Помпеи уничтожило извержение вулкана Везувия. Неудивительно, что все предметы в комнате истлели под многометровым слоем пепла и пемзы за 2000 лет, но они оставили в почве пустоты, которые во время раскопок залили гипсом и получили объемные модели предметов. Вот именно благодаря такому методу археологи и смогли восстановить многие вещи и мебель в комнате рабов. Древняя 3D-карта. Еще в 1900 году опытный археолог Поль Дюш-Ателье при раскопках обнаружил большую каменную плиту, размер которой достигал полтора на два метра. Вскоре все научное сообщество признало эту находку самой древней трехмерной картой, которая была найдена в Европе. Долгое время артефакт пылился в хранилище самого археолога. Однако не так давно его повторно исследовали. По мнению современных ученых, в куске камня высечена карта Западной Британии. В частности, можно увидеть район Финистера. Более того, картограф также обозначил несколькими бороздами всю речную сеть района, показав при этом рельефную долину реки Одет. И если проверить по геолокации, то данная территория была изображена на карте с невероятной точностью в 80%. Охотничий лагерь неандертальцев. В 2021 году было сделано еще одно интересное открытие. Археологи нашли скальную стоянку на Вальмаильо, на реке Лассоя, недалеко от Мадрида. По мнению ученых, около 76 тысяч лет назад неандертальцы могли использовать ее в качестве охотничьего лагеря. Предполагается, что эти древние люди охотились в окрестностях этой стоянки, после чего все добытое имущество обрабатывали в том самом лагере. Кстати, его размеры составляют примерно 300-400 квадратных метров. На данное время известно, что полноценно раскопана лишь пятая часть этого знакового места. Несмотря на то, что впереди еще много работы, уже было изучено 13 тысяч окаменевших останков животных, 21 вида. По большей части это были кости взрослых копытных, дикого коня, быка, осла, лани, косули и носорога. Однако также были найдены и останки хищных животных, таких как медведь, гиена, лев, волк и рысь. Космический корабль в Египте Пользователь сети по имени Фил Полинг снял интересное видео, на котором он увеличивает масштаб территории Египта в гугл планеты Земля и обнаруживает этот странно выглядящий объект. С виду он похож на тысячелетнего сокола из «Звездных войн». Парень обводит его красным цветом и спрашивает, что это такое? Но знаете, что самое интересное? Если вы перейдете в гугл планеты Земля и увеличите масштаб в этом же месте, то поймете, там ничего нет. Может это все же был космический корабль и он просто улетел? Как думаете? Если же вернуться к теме Египта, то на самом деле иероглифы древних египтян действительно содержат большое количество скрытых аномалий. На некоторых из них изображены инопланетяне и летательные аппараты. Взгляните на эти иероглифы, на которых отчетливо виден космический корабль, который то ли посылает, то ли принимает какие-то энергетические лучи. А вот еще несколько изображений НЛО, затесавшихся в иероглифах. Учитывая все это, вполне реально, что так называемые египетские боги были не совсем людьми. Точнее, совсем не людьми. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока. Субтитры сделал DimaTorzok